В Институте психологии и образования Казанского Федерального университета прошел симпозиум «Образовательный потенциал детей с расстройством аутистического спектра». Мероприятие прошло в рамках 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023. Действительно, образовательный потенциал – это очень сложная, очень интересная, очень своевременная тема, поскольку сейчас возникает острая проблема в разработке отечественного диагностического инструментария обследования детей с расстройством аутистического спектра. Казанский Федеральный университет уже давно ведет работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а именно с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра. Именно поэтому на симпозиуме Казанский университет поделился с коллегами из других регионов своим опытом в работе с особенными детьми. Мы надеемся как раз узнать о каких-то, может быть, новых методах и приемах обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра. У нас общеобразовательный детский сад, но есть комбинированные группы, где как раз такие дети в том числе и находятся. Поэтому мы очень надеемся, что к нашей информации, которой мы владеем, к нашей практике мы что-то узнаем новое и, соответственно, потом применим на практике. Но пока у нас планируется, что будут такие дети в нашем учебном заведении, и поэтому нам интересно, как правильно организовать работу с такими детьми. Мы хотим послушать, узнать что-то новое, почерпнуть для себя, чтобы потом применять свои деятельности со своими детками. Напомним, что на базе Казанского федерального университета работает детский сад «Мы вместе» для детей с расстройством аутистического спектра. Цель специального детского сада – создание психолого-педагогической поддержки и организация комплексного процесса обучения и воспитания детей. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.